Вслед за турниром имени Калоя Картоева Ингушетия принимает межрегиональные соревнования в честь другого прославленного спортсмена. На этот раз виновник торжества – победитель Олимпийских игр в Пекине 2008 года Назир Манкиев. Ссязя чемпиона классическая борьба, вот и турнир проходит по этому виду спорта. Здесь нельзя браться за ноги и в остальном все так же. Крепкие захваты и быстрые броски – за это любят борьбу. Я надеюсь, что этот турнир даст большой толчок для борьбы республики Ингушетия. И победители этого турнира, победители-призеры, дай Аллах, чтобы они в дальнейшем стали олимпийскими чемпионами мира, прославляли нашу республику, нашу страну. Шесть регионов округа и Калининградская область принимают участие в этом межрегиональном турнире. Всего за статус победителя поборется около 150 борцов в 11 весовых категориях. Назир по-настоящему пример для всех этих детей. Он был таким же маленьким пацаном и вписал свою фамилию в историю спорта, стал олимпийским победителем. После спорта отлично себя проявил сегодня, продолжает дело, развивает борьбу в своем регионе. За что, конечно же, ему огромная благодарность, потому что сила традиций в их повторении. Сватки, да, интересные. Вообще, в принципе, Кавказ – это особая территория. Здесь всегда борьба развита, здесь всегда искры летят на ковре. И в очередной раз здесь тоже вижу, замечаю, что все рвутся к победе. Для ребят это возможность, это социальный лифт в жизни, допустим, где-то, может быть, в каком-то регионе. Я видел, что дети приходят просто для здоровья, они так мотивированы. Здесь же все равно в Ингушетии, в республике Ингушетии все равно пособие относятся к борьбе. Глаза горят, выскакивают на ковер. Что не гость, так звезда мирового масштаба. На турнир поддержать своего друга и коллегу приехали победители и призеры Олимпийских игр. Исламбека Альбиев, Хаджимурат Гацалов, Мурат Карданов, Алан Хугаев, Хасан Халмурзаев, Анюар Гедуев. Все они в различное время представляли и представляют страну на мировой арене на высшем уровне. Назир Манкиев, он является олимпийским чемпионом, достоянием страны, республики. То, что сегодня проводится турнир в честь него, это уже большой шаг. Большой шаг для развития спорта, для развития борьбы. Это возможность юным ребятам показать себя, реализовать. И это как трамплин для будущих побед. Поэтому на сегодняшний день этот турнир хотелось бы, чтобы был ежегодным, традиционным, чтобы ребята уже целенаправленно готовились к этому турниру. Ровно четыре минуты с одним перерывом дается спортсменам, чтобы выявить победителя. На ковре проходит полуфинальная схватка весовой категории 45 килограммов. Соперники борются за каждый балл. Победу с минимальным отрывом забирает Стас Давыдов. Схватка была тяжелой. Расслабился немного. Спасибо тренеру и друзьям моим. Из-за них я смог победить. Соревнования хорошие. Перед официальными самое то. Следом выходит вторая полуфинальная пара в этой же весовой категории. Оба представители ингушетии. Борец в синем открывает счет в этом противостоянии. Позже визави ответным приемом почти сравнивает цифры на табло. И на некоторое время показалось, что красный сможет переломить ход сватки. Но первая ошибка и ума раздуев досрочно забирают победу со счетом 14-4. Все сватки раз. Первый член. Досрочный по тренеру. Тренер Альн-Хаде. Второй член. Грамоты, кубки и медали ждут победителей турнира. Но самое главное – участники соревнования приобретают здесь бесценный опыт. А именитые борцы на трибунах только усиливают азарт молодых борцов. Мусим Ганив, Асхаб Белакиев, Новости 24. Мусим Ганив, Асхаб Белакиев.